Антирейтинг по доступности газа. Новые троллейбусы уже скоро и в правительстве борьбой с коррупцией будет заниматься отдельное управление. Подробности далее. Эфир продолжает рубрика короткой строкой. Кировская область оказалась в тройке регионов самым недоступным по цене газом. Рейтинг опубликовала РИА Новости. Он составлен на основе данных о размерах зарплат и стоимости газа. Высокие цены и небольшие зарплаты поместили на нижние строки рейтинга Саратовскую, Ивановскую, Иркутскую и Кировскую области. В месяц кировщане могут купить не более 3000 кубометров газа. До конца года Киров получит 15 новых троллейбусов. Первая партия должна прийти до 15 ноября. По конкурсным документам машины должны будут оборудованы пандусами для маломобильных граждан. Новые троллейбусы выведут на восьмой маршрут, освободившиеся распределят между остальными маршрутами. В правительстве появилось новое управление профилактики коррупционных и иных правонарушений. Одна из задач управления – формирование у чиновников нетерпимости к коррупционному поведению. Также сотрудники нового управления будут проверять достоверность, полноту сведений о доходах, расходах и имуществе лиц, претендующих на госдолжности. На Кировской сцене выступят Ярослав Бойко и Мария Порошина. Они сыграют романтическую комедию «Неоконченный роман». Это история о двоих влюбленных. У каждого из них своя жизнь. И казалось бы, что волей судьбы они не могут быть вместе. Но настает момент, когда им нужно все-таки решить – семейное благополучие или страсть. Премьера спектакля «Неоконченный роман» состоится 24 октября в 19.00 в Драмтеатре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова